Дедушка, возьмите, ровы покушайте. Вы знаете, давайте вот что же делаем. Запишите мою фамилию, вот сейчас, и посмотрите, кто я такой и что со мной делают. Это я изобрел плоткий телевизор, это я изобрел вот это. У меня все патенты, больше ста патентов, я нищий. Запомните. Как ваша фамилия? Будённый Анатолий Павлович. Посмотрите, что делают с нашими изобретателями. Нас уничтожают. Будённый Анатолий Павлович. Родился в 1938 году. Окончил Московский энергетический институт в 1963. Ещё до окончания опубликовал 25 научных трудов и изобретений. Все патенты на его имя, изобретения, находятся в открытом доступе в интернете. В 1967 году изобрёл, изготовил и испытал процессор, производящий 50 миллионов операций в секунду. Самый быстрый процессор в мире на то время. Когда Будённый показал на техническом совете института свой процессор, то его первым делом спросили, а какие есть зарубежные аналоги? Он с гордым видом заявил, аналогов нет. Его послали в первый отдел, где дали почитать под подпись о неразглашении закрытый приказ министра радиоэлектронной промышленности Шокина, суть которого – не принимать к рассмотрению проекты, не имеющие зарубежных аналогов. Сразу после этого изобретателя сажают в тюрьму по надуманному делу. Одним из моих лучших изобретателей был как раз Анатолий Павлович Будённый, которому я, значит, сделал патент Советского Союза, потом, значит, патентовали за рубежом. Но был талантливым человеком. Вот такое письмо когда-то написал Анатолий Павлович Будённый президенту России Владимиру Путину. Уважаемый гражданин президент, напомню, что производство любой традиционной продукции в условиях России убыточно даже при равной производительности труда из-за географических особенностей. Рентабельным может быть только инновационное производство, если себестоимость составляет не более половины рыночной цены. В 1990-91 годах я сделал такие изобретения, и сварочные аппараты облегчились в три с половиной раза. Но редкий шанс для России был упущен. И вот из Юго-Восточной Азии пошли переменники весом 12-14 килограмм. Кальки с моих аппаратов. В Политехническом музее стоит мой аппарат 6,5 килограммов, если ещё не украли. Теперь я изобрёл квазипостоянники, которые снова дают шанс себе стоимости 1 третью от постоянников. Я связываюсь с заводами-производителями, но раз за разом они оказываются рейдерами, целью которых вовсе не является заработать деньги, но уничтожить предприятие. Они не самостоятельны, за ними прячутся и хозяева. Возможно уменьшить вес квазипостоянников ещё вдвое. Это не очевидно, и поэтому это будет изобретение. Если будет. И если будет сам изобретатель. Как же это можно сделать реально, если я бомж? Квартиру украли московские чиновники. Мне бороться с ними невозможно. У бомжа нет адреса и связи. Как реализовать изобретение? В ближайшее время Анатолий Павлович даст подробное интервью порталу Крамола. Расскажет о своих изобретениях, о своей жизненной ситуации и в чём ему необходима помощь. Рекомендуем настроить уведомления, чтобы не пропустить актуальные видео. Продолжение следует...